В первые годы советской власти под руководством Ленина был разработан план строительства электростанции и электрификации России, план Гойл-Ро. Владимир Ильич назвал этот план второй программой партии. При обсуждении его Ленин говорил, коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Современное производство невозможно представить без электрических двигателей, приводящих к действию различные станки, устройства, автоматические линии. Без электричества не будет работать и эта сложная счетная машина, управляющая производством. Широко применяется электричество в сельском хозяйстве, на железнодорожном и городском транспорте. Сегодня электричество — постоянный спутник человека. Фабриками электрической энергии являются электростанции. Первенец Гойл-Ро, Волховская ГЭС, имел мощность всего 66 тысяч киловатт. А сооруженная в послевоенные годы Волжская гидроэлектростанция имени 22-го съезда КПСС обладает мощностью 2 миллиона 500 тысяч киловатт. Основные типы электростанции — гидравлические и тепловые. На тепловой электростанции электроэнергия получается из энергии, заключенной в топливе. Вот основные части тепловой электростанции. Топливный склад и устройство для размельчения угля, паровой котел и турбина с генератором. Уголь поступает на топливный склад. Специальный механизм, вагоноопрокидыватель, выгружает уголь в бункер. Ленточные транспортеры подают его в шаровую мельницу, где уголь размалывается в пыль. По трубам угольная пыль идет в котельное отделение, где находятся паровые котлы. Современный паровой котел — это большое сооружение высотой с многоэтажный дом. Вместе с горячим воздухом угольная пыль вдувается в топку котла. В качестве топлива можно применять нефть или газ. В топке котла пыль сгорает в виде факела. При этом выделяется большое количество тепла. Вода в трубах нагревается и превращается в пар. Пар собирается в верхнем барабане котла. Затем он проходит через змеевик, пароперегреватель, где нагревается до температуры 400-500 градусов. Из котла перегретый пар по трубопроводу поступает в паровую турбину, установленную в машинном зале электростанции. Паровая турбина — это тепловой двигатель, преобразующий энергию пара в механическую энергию вращения вала. Пар из котла поступает в турбину под большим давлением. В турбине имеется система неподвижных лопаток, между которыми расположены лопатки рабочих колес, укрепленных на валу. Рассмотрим работу одного из рабочих колес. В каналах между рабочими лопатками изменяется направление движения пара. При этом пар действует на лопатки и вращает вал турбины с большой скоростью — 3000 оборотов в минуту. Из турбины отработавший пар поступает в конденсатор. В трубках конденсатора циркулирует холодная вода. Вода, получившаяся из пара, питательным насосом снова подается в котел. Механическая энергия турбины преобразуется в электрическую в генераторе, вал которого соединен с валом турбины. Рассмотрим генератор в разрезе. Он состоит из статора и ротора. Постоянный ток от постороннего источника через щетки и кольца проходит по обмотке ротора. При вращении ротора его магнитное поле пересекает обмотку статора. В обмотках статора индуктируется переменный электрический ток большой мощности. Этот ток поступает на повышающую подстанцию. В соответствии с законом сохранения и превращения энергии электростанция не создает энергию. Она лишь преобразует заключенную в топливе химическую энергию в энергию пара, которая в свою очередь превращается в механическую энергию и затем в электрическую энергию. Коэффициент полезного действия тепловой электростанции составляет примерно 25%. На крупных советских электростанциях работают турбины мощностью 150-200 тысяч киловатт. Созданы турбины мощностью 300 тысяч киловатт. Мощные генераторы дают ток в десятки тысяч ампер при напряжении порядка 10 тысяч вольт. Тепловые электростанции обычно сооружаются там, где имеются запасы топлива. Каменный уголь, газ, торф. Электроэнергия передается по проводам к потребителям на сотни километров. Поскольку мощность тока равна произведению силы тока на напряжение, то при малом напряжении сила тока будет очень значительной. Провода сильно нагреются. Это приведет к большим потерям энергии. Чтобы сократить потери энергии, можно было бы уменьшить сопротивление проводов, увеличив их сечение. Но тогда пришлось бы израсходовать большое количество металла. как же этого избежать? Нужно снизить силу тока. Увеличив во столько же раз напряжение. Потребуется только обеспечить лучшую изоляцию проводов. Для преобразования тока и напряжения применяются трансформаторы. Они повышают напряжение и соответственно уменьшают силу тока. Мощность же тока остается неизменной. Для дальних электропередач применяется напряжение до 500 тысяч вольт. Ток высокого напряжения по воздушным линиям передается к месту потребления. Здесь ток поступает на главную понижающую подстанцию, где его напряжение с помощью трансформатора уменьшается до 6600 вольт. От понижающей подстанции по воздушным линиям и подземным кабелям ток поступает на другие подстанции, находящиеся на предприятиях, улицах, городах, колхозах и совхозах. Тут напряжение еще раз снижается с 6600 вольт до величины применяемой в быту и на производстве. Продолжение следует... Электрификация нашей страны тесно связана с проблемами теплофикации. Для отопления жилых домов, производственных помещений, колхозных и совхозных теплиц требуется много тепла. Оно может быть получено от теплоэлектроцентралей, ТЭЦ. Это электростанции, которые наряду с электроэнергией отдают значительную часть тепла, расположенным поблизости потребителям. Подогрев воды, отпускаемой ТЭЦ, для отопления и бытовых нужд населения, производится в специальных пароводяных подогревателях. Рассмотрим схему ТЭЦ. Отработавший пар из турбины поступает в теплообменник. Здесь он конденсируется, и конденсат возвращается в котел. Вода, циркулирующая в трубках теплообменника, нагревается, и насосом подается теплосеть. Большое внимание уделяется в нашей стране сооружению гидроэлектростанций. Наличие крупных рек создаёт благоприятные условия для сооружения мощных гидростанций. На этой карте показана водоносность крупнейших рек. Гидроэнергетические ресурсы Советского Союза составляют 420 миллионов киловатт. Электростанция является основной частью гидроузла. В состав гидроузла входит водосливная железобетонная плотина для пропуска воды в паводки, земляная плотина, судоходный шлюз, а также причальные устройства для судов, волнолом, растительные и другие сооружения. Плотина, сооружаемая поперёк реки, делит её на верхнюю часть верхний пьев, где накапливается вода, и нижнюю часть нижний пьев. Разность уровней реки между верхним и нижним пьевами образует напор, создаваемый плотиной и используемый турбинами. Задержанная плотиной вода проходит по каналу в спиральную камеру, охватывающую рабочее колесо гидротурбины. Из спиральной камеры вода с большой скоростью поступает на лопасти рабочего колеса гидротурбины и вращает его. С валом турбины соединён вал ротора генератора. Гидротурбина и генератор образуют гидроагрегат. При работе гидроагрегата механическая энергия превращается в электрическую. Совершив работу в гидротурбине вода вытекает через канал в нижний пьев. Для гидроэлектростанции характерен высокий коэффициент полезного действия. Гидростанции используют более 90% энергии потока воды. Гидростанции не потребляют топлива. Их обслуживает малочисленный персонал. Это снижает стоимость электроэнергии. Как и тепловая, гидравлическая электростанция не создаёт энергию. Она лишь преобразует механическую энергию в электрическую. Из генераторов электрический ток подаётся на трансформаторы повышающей подстанции. Оттуда высоковольтную линию электропередачи к дальним потребителям. У плотины гидроэлектростанции создаётся водохранилище, где накапливается большое количество воды, обеспечивающую работу ГЭЦ в течение всего года. гидроэлектростанция использует энергию лишь определённого участка реки. Для более полного использования энергии реки строят каскад электростанций. Так называется несколько электростанций, расположенных одна за другой. Примером может служить Волгокамский каскад гидроэлектростанций. После ввода в эксплуатацию новых гидростанций Волга и Кама будут давать свыше 50 миллиардов киловатт-часов в год. Высоковольтные линии электропередач связывают между собой тепловые и гидроэлектрические станции, объединенные их в энергосистему. В системе Донбасс Энерго, например, работают крупнейшие тепловые электростанции мощностью до 500 тысяч киловатт. В эту систему вливают свою энергию и Днепрогаз имени Ленина, и Волжская ГЭС имени 22-го съезда КПСС. Энергосистемы Для чего же создаются энергосистемы? Гидростанции вполне используют паводки и отдают в эти периоды наибольшее количество электроэнергии. А тепловые станции в это время могут производить ремонт котлов и турбин. В случае аварийного отключения одной из станций другие станции системы немедленно принимают на себя ее электрическую нагрузку. Управление агрегатами системы происходит централизованно из диспетчерского пункта. После пуска двух сверхмощных гидростанций на Волге была создана единая энергосистема европейской части Советского Союза. В дальнейшем эта энергосистема объединится с системой Центральной Сибири и тем самым будет создана единая энергетическая система Советского Союза. Самая большая в мире энергосистема. В начале 70-х годов электростанции этой системы будут давать в стране 900 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Создавая материально-техническую базу коммунизма, советский народ решает задачу полной электрификации страны. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok